В России сейчас главное не говорить. Но как только ты выступаешь, ты, конечно, становишься врагом. Если уж я со своей микроскопической аудиторией иноген, это значит, что пытаются как бы лишить полностью прав в России практически любого инакомыслящего. Сейчас объективно смотреть на то, что происходит в России в культурном смысле, практически невозможно. Культура – это не та вещь, которая защитит нас от войны, злобы, насилия. То, что происходит в России сегодня, вообще показывает, что с людьми может происходить. Приветствую всех зрителей телеканала «Фридом». Я с Акеной Мурзаев. Это наш проект «Люди доброй воли». Гости этой программы, где и как могут поддерживать Украину в ее героической борьбе против российского агрессора. И сегодня наши гости – литературный критик, музейный куратор, исследователь Анна Наринская. Анна Наринская – российский журналист, литературный критик, автор документальных фильмов. Родилась в Москве в 1966 году. В 90-х окончила филологический факультет МГУ и стажировалась в Колумбийском университете. Работала в московском офисе телекомпании BBC. Была постоянным автором новой газеты. Работала специальным корреспондентом издания «Коммерсант». После начала полномасштабного вторжения России в Украину переехала в Германию, где продолжает заниматься журналистикой. В феврале 2024 года признана в России иноагентом. Приветствую вас, Анна. Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Здрасте. Вы стали иноагентом. Это уже огромный список. Вы далеко не первая. Но как вы эту новость восприняли? Как это меняет вашу жизнь? И особенно в свете того, что сейчас мы видим, просто название человека иноагентом расширилось до возможности конфискации имущества его родных и так далее, и так далее. Узнала я про то, что я иноагент. Во время я пришла на митинг к российскому посольству, когда мы узнали об убийстве Навального, стояла просто небольшая, не будем скрывать, толпа очень печальных людей. Ко мне подошла девушка и сказала Анна, знаете ли, что вы иноагент? Я, по-моему, семисотая какая-то. Вы знаете, что меня испугало? У меня нет ни Ютьюба, ни какого-то большого Телеграм-канала. У меня есть страничка в Фейсбуке, у меня 30 тысяч подписчиков. 30 тысяч! Не миллион, не 300 тысяч, понимаете? То есть, грубо говоря, приходят уже за такими, как я. Знаете, иногда говорят, вот, гордиться своим званием иноагентом. А у меня, наоборот, страшное впечатление, что если уж я со своей микроскопической аудиторией иноагент, это значит, что пытаются как бы лишить полностью прав в России практически любого инакомыслящего. То есть, всё идёт к тому, чтобы даже то жалкое, извините за такое слово, кто слушает из России, инакомыслие, ну, потому что оно жалкое уже по этой попытке пробиться сквозь толщу отрицания, непонимания и российской пропаганды. Вот оно даже будет полностью уничтожаться. И в этом контексте, да, оно и на Ринскую надо немного, пускай молчит. Да, при том, что вы, в первую очередь, вы учёный, исследователь, публицист, то есть вы не политик, уж точно не политик, и никогда им не были. Да, да. Анна, всё-таки вы не в России. Почему вы уехали? И мне знаете, что интересно? Вот уже два года полномасштабной войне мы отметили, вспомнили этот день. И как меняется ваше отношение к собственному отъезду? У меня не было сомнений, что это на очень долго, когда я уезжал. Но не стану скрывать, что у меня был такой выбор, и я довольно долго очень корила себя за то, что я уехала, что надо оставаться и, ну, давайте скажем, очень условно бороться. И я считала, что любой человек, оставшийся в России, который не разделяет пропагандистские взгляды, и пытается хоть на каком-то месте, значит, ну, расчищать площадку от пропаганды, этот человек делает гораздо больше, чем я, который, сидя в безопасном Берлине, во весь голос в немецких газетах или как-то говорит, что Путин плохой. Я считала, что моя подруга близкая Женя Беркович, которая ставит спектакли, те, которые она ставила, независимые и, так сказать, говорящие о том, что свобода — это необходимая вещь в жизни. Или, не буду называть имен там, какие-то люди, которые имеют независимые лектории, независимые книжные магазины. Они делают гораздо больше, чем я. И вот я должна была быть такой. А я не то что испугалась, а я поняла, что у меня нет сил. И вот мой отъезд, поверьте, он отбессилен. Я поняла, что вот такого даже рода сопротивления у меня нет сил. И посмотрите на примере той же Жени Беркович, близкой подруги моей режиссерки в спектаклях детских, которых, например, играл мой сын, когда еще был совсем маленьким мальчиком. Вы знаете, надеюсь, не знаю, зрители знают, что она уже почти год сидит в тюрьме вместе со Светланой Петричук за оправдание терроризма, которое нашли в их спектакле, который этот спектакль получил государственную российскую премию «Золотая маска». А теперь его обвиняют в оправдании терроризма. Женя очень долго считала, что нет, надо оставаться в России, потому что, ну вот, если все уедут, то ее уж совсем Россию покроет чернота. Мое грустное предположение, что чернота ее совсем покрыла. А возвращаться вы не думали? Вам теперь точно этого лучше не делать, но до иноагентства вот такие поползновения чувствовали? Один раз я приезжала, и уже я понимала, что мама умирает. Но я почти из квартиры не выходила, поэтому и сидела с нею. Поэтому сказать вам честно, что у меня какие-то есть такие широкие впечатления о российской жизни. В один свой приезд я для того, чтобы составить себе все-таки представление, это было в ноябре 1922 года. Я такую совершила путешествие ненависти. Я сначала поехала в храм вооруженных сил в Каменке, чтобы, знаете, это такое капище сатаны, чтобы посмотреть, что там есть. Это было еще до восстания Пригожина, поэтому там на самом видном месте была огромная мозаика ЧВК «Вагнер», и это в храме, понимаете? Они были как какие-то борцы за Святую Русь. Там представлены в современном амбундировании с какими-то пулеметами. Это в церкви все, да? И там я была на совершенно сногсшибательной выставке под названием «Украина», которая проходила в московском манеже, которую курировал Мединский. И вся эта выставка была про то, как бы ее нарратив центральный был, как Украина была частью России, или была Россия, ну как-то так. А вот появился Запад, который туда национализм, как-то впрыскивая путем шприцов, буквально начиная там с 17-го что ли века, с какого-то такого, да, он из нее сделал бандеровское государство. Например, мне туда приводили классы детей из школ, что душераздирающе просто. Там было потрясающее присутствие сотрудников центра «Э». Просто, ну, во-первых, они очень видны, если ты знаешь, но, во-вторых, представьте себе, я там ходила, никаких слов не говорила, просто интересовалась, что происходит. Но, вероятно, на моем лице была написана такая, вообще, очумелость от того, что там творилось, что ко мне стали подходить, так, знаете, нейтрально одетые мужчины, спрашивать, а зачем вы пришли? А что вы здесь такое делаете? Вот, что, как бы, просто не потому, что они меня узнали, поверьте, а потому что просто с таким выражением лица не ходят по такой выставке нашей. Вот. Но теперь я бы что не поеду. Ну, это, конечно, демонстрация, это красивый пример этой тьмы, о которой Женя Беркович говорит, о которой мы сейчас с вами вспомнили, которая покрыла Россию. А если говорить о культуре российской в самой стране, там все теперь как манеж под гидой Мединского? Про это очень сложно говорить. Я понимаю, что из Украины, скажем, видится, да, что это все одно и то же. Что, ну, вот есть эти, не хочу перечислять имен, ну, условно говоря, да есть Прилепин, и же с ним вот какие-то эти писатели, которые одобряют СВО, как так называемое СВО, и подписывают, вот сейчас ряд писателей, подписал письмо, да, чтобы их, как бы, государство финансово поддержало, чтобы они лучше писали про доблестную военную операцию. И поддерживали вообще, значит, дух патриотизма. А есть, например, какие-нибудь люди, которые пишут, не знаю, какие-то трагические стихи о том, что жить не хочется, а хочется умереть, и таких людей много в России живет. Я просто не совсем хочу называть сейчас имена. Очень много сейчас хороших текстов пишется в России абсолютно трагически, да, но, конечно, не называющих конкретные вещи, а таких о том, о состоянии вот этого человека в полном отчаянии и мрачности, как происходит сегодня в России с любым человеком, который не согласен с тем, что происходит. Я вижу эту огромную разницу. Я вижу, в каком страшном отчаянии большое количество людей. Я надеюсь, не при моей жизни. Я страшная пессимист. Я могу себе представить, что как-то по-другому подблюдеть, более диверсифицированно, что ли, на то, что сегодня в России происходит, можно будет только после моей смерти. Ну, не лично моей смерти, а просто, ну, я надеюсь, старый умереть. Ну, там, когда-то, да. Живя сейчас в Германии, я очень много про это говорю. И вот здесь, в Германии, сейчас строится музей, называется «Музей изгнания». И вся его часть, посвященная войне, ну, вот, связанная с 40-ми и 30-ми, она посвящена так называемым «хорошим немцам». То есть немцам, которые уехали из Германии, и вроде Томаса Мана, которые из Калифорнии поливали Германию нацистскую, значит, презрением, и всех, кто там остался. И когда ты читаешь сейчас вот эти тексты Томаса Мана, это были его выступления на радио, он вел такую радиопередачу на, по-моему, союзническом радио, ты вообще-то с ним совсем во всем согласен. И я тоже думаю, что сейчас объективно смотреть на то, что происходит в России в культурном смысле, практически невозможно. Я понимаю, тут недавно мне мои друзья из России, они мне прислали свой проект, полное его описание, со словами «посмотри, какую свободолюбивую, бесстрашную вещь мы собираемся сделать». Ну, в некотором официальном российском месте. То есть это не что-то подпольное, не самоскат, а вот да, но с огромным количеством намеков и так далее. А я на это смотрю, я вижу только компромисс. А я думаю, да вообще о чем речь? Это полностью легитимизация режима и полностью, да, что, извините, а у нас еще бантик сбоку, вот может быть. Чье вот зрение искривлено, мое, или я не знаю. Не так давно, в начале февраля, я видел фотографию, это мероприятие театральное, вы тоже там были, премьера спектакля, кремулятор. Ну, знаете, смотришь на эту галерею, все твои друзья, все знакомые, со всеми общался, а потом понимаешь, что это какой-то маленький берлинский зал, почти что в, так сказать, секретной обстановке. А как вообще культура там выживает? То есть, с одной стороны, я вижу, что что-то происходит, с другой стороны, ну, это же совсем камерно. Это выглядит как, ну, какой-то квартирник, по большому счету. Это эмигрантская культура. Она не шевая. Есть, если мы сейчас как бы в отрыве от ужасного контекста говорим, а просто рассуждаем, ну, смотрите, есть несколько людей, я бы сказала, людей, да, которые вышли на интернациональный уровень. Вот спектакль Кирилла Серебренникова не будет в квартирнике. Причем он будет в немецком театре с немецкими актерами. Это будет нормальное европейское зрелище. Или книга Марии Степановой, которая сначала выходит по-немецки, потом по-английски, а еще неизвестно, выйдет ли по-русски в принципе. То есть уж точно она не выйдет по-русски внутри России. Это большое европейское событие. Есть несколько имен, которые пробились в европейский степлишмент. И там нет ничего, о чем вы говорите, вот когда это имеет отношение к ним. Это большие европейские события. Но в остальном, что вы ждете от эмигрантской культуры? Я ведь написала пьесу, которая шла здесь, в Берлине. И эта вся пьеса основана на последних словах российских политических заключенных. Пьеса шла на английском языке. Ну, какое-то время она шла. Но пока я это делала, я очень внедрилась в театральное какое-то сообщество немецкое. Ну, смотрите, если Украина сейчас интересна всему миру со всех сторон, то есть все интересно про Украину. И как Украина валюет, ну, например, как Украина влюбляется. Вот или как какая-нибудь украинская комедия. Сейчас на Берлинаре шел очень хороший украинский фильм, редакция, вообще не имеющая никакого отношения к войне, ни к чему. Это просто ново-то про украинскую жизнь и так далее. Россия интересует мир в одном понимании, в двух, в двух. Значит, насилие, русское насилие. Ну, и вот этот, да, русское некое там страшное страдание в тюрьме, вот как политические заключенные, тоже как-то можно его пробить. Россия интересует на экспорт мир в двух своих ипостасях. Вот вы видите. Ну, и еще вина русской культуры. Кстати, я когда говорю с украинскими режиссерами, которые уехали, или писателями, или которые туда-сюда постоянно перемещаются, имеют такую возможность, они говорят мне, что до сих пор во многих странах, во Франции, например, остается такое мнение, что русское лучше продается. Вот вы сейчас видите, что хуже оно стало продаваться, русское, для иностранцев. Русская культура, миф, русский миф, фотостилистика. Есть набор классический. Если ты заходил и говорил, что у тебя новая интерпретация Анны Карениной, то, ну, внимание ты получал 100%. Дальше твой проект могли не принять. Но ты просто с порога говорил, я хочу Анны Карениной лесбиянка. Прекрасно, давай. Но должна быть Анна Каренина. Сейчас, конечно, это немножко колеблется. И даже если мы говорим о том, что находится сегодня на территории так называемой Российской Федерации, то, наверное, рассказать что-то про регионы, про то, что сейчас уже рассматривается как колонии, про Татарстан, про Дальний Север. Ты можешь как бы про это поговорить. Хотя, но для широкого потребителя культуры, конечно, существует вот это вот. Значит, Достоевский. Это number one. Это просто тут не о чем говорить. Можно его ругать. Только, пожалуйста, говори о нем. Ну и вообще, вот эти большие русские, это сказать, литературные особенно, потому что имена, они до сих пор очень привлекают. Наверняка вы много раз говорили и обдумали уже много раз эту ситуацию с нашими современниками, с писателями, которых сейчас начали травить. Это целое писательское дело, наверное, так войдет это в историю. Это и Дмитрий Быков, это и Акунин, это Людмила Улицкая, которая тоже находится в Германии. И мы видим эти решения блокировки счетов супруги Акунина. То есть это какая-то реально компания. В чем цель этой компании? Сейчас сталинскими методами, как бы сталинскими, по урокам Сталина, да, они очень любят вот театральное дело. Вот Беркович и Света Петрищук. Она сама, к сожалению, замечательный автор. Писатели преследуются скопом. Но все-таки я думаю, что они более важны, как медийные персоны. Они очень известные писатели. Они время от времени, особенно Быков и Акунин, так сказать, выступают. У них большие аудитории. И вот я повторюсь, что было очень для меня интересно, как для наблюдателя, то, что их именно медийным способом, натравив на них пранкеров Вавана и Лексуса, вынудили признаться или просто сообщить, что какие-то деньги с их гонораров идут в Украину. В России сейчас главное не говорить. Считается ли проза, например, говорением, это очень интересный вопрос. Но как только ты выступаешь на Ютубе или имеешь какую-то вот такую более массовую аудиторию, чем читатель романа, что, по мнению российских властей, что-то маргинальное, маленькое и никому не нужное, ты, конечно, становишься врагом. И уже пошло, смотрите, буквально семьи врагов народа жене Акунина, жене, которая сама не иногенка, ничего, арестовали, счета в России. Интересные вопросы. Вот мы тоже вчера спорили про это. Является ли Путин Сталином? В некотором метафизическом смысле работает ли его голова как голова Сталина? Я не такой психотерапевт, чтобы в это проникать, но как человек, читавший много книжек, могу сказать, что, конечно, сталинские уроки усвоены очень хорошо. И вот этот вот подход, что нужно вместе, что должны быть дела, театральное дело, писательское дело, что существует вообще идея чуждой нам идеологии. Вы знаете, что целая футбольная команда «Спартак» при Сталине была посажена в тюрьму, вот братья старые, известные футболисты, были посажены за буржуазный способ игры в футбол. Это то, что в России уже на самом деле есть, не на подходе. Знаете, когда еще жил в Москве, заходишь в чудесные книжные магазины, казалось бы, все наследие мировой культуры переводилось на русский язык, оперативно, это все появлялось в тот же год. Все знания есть. Как же в такую дичь опустилась страна, в такое невежество, в такую тьму и так быстро? Не нужно всегда думать, что люди, которые, так сказать, у которых хорошо скульптуры или они много читали и так далее, они обязательно научатся всему самому хорошему. Вы знаете, вот тоже сегодня всячески критикуемый Бродский и понятно, почему он критикуемый, но я вот хочу его покритиковать за вещь, про которую вы не подумали, наверное. Он в своей Нобелевской лекции, которая, наоборот, всеми так восхваляется и так далее, говорит о том, что если бы Гитлер читал Диккенса, ну, это не точная цитата, но примерно, что вот он бы, мол, может быть как-то получше. Да-да, у него это называлось эстетика, мать этики или что-то такое, он как-то связывал. Но ведь Гитлер читал Диккенс. Да-да. Понимаете, на свете не помогло чтение Диккенса. И более того, поверьте мне, есть множество способов вывернуть Диккенса так, что нужно, так сказать, он окажется на твоей стороне. И это то, в чем российская пропаганда преуспела невероятно. Еще недавно я писала какой-то грозный ответ, такую статью яростную, на когда Прилепин написал книгу «Взвод», где он рассказывал, как все совершенно русские классики были всегда за войну, супер провоенно настроены, будто бы. Вот. Хотя хочется сказать, нет, не все. Нельзя сказать, что они вообще не были так настроены, но нет, не все все-таки. Вот. А теперь мы видим, у нас все за СВО, от Бродского до Чебурашки. Понимаете? Поэтому культура, простите, так сказать, я всю жизнь ею занимаюсь. Ну, это не та вещь, которая защитит нас от войны, злобы, насилия. Более того, сколько есть культуры, как бы, где насилие оправдано. Так или иначе оправдано, да? Российская культура часть меня, какая бы она ни была, колониалистская, имперская, я все это в ней вижу, но я ее очень люблю. То, что происходит в России сегодня, вообще показывает, что с людьми может происходить. вот что существуют режимы, которые и власти, и которые поддерживают в людях все самое мерзкое. В каждом из нас есть черная сторона, но она в каждом, кроме святого человека и маленького ребенка, есть. Вот. Важно не подкармливать. А российский режим, российский контекст сегодняшний, российская пропаганда и так далее, она подкармливает в людям, она говорит, будь таким, будь таким. Мне кажется, сегодняшняя Россия, при том, что это агрессивная, темная страна, про которую уже ничего не интересно, но мне кажется, это все-таки некоторый плацдарм вообще задуматься, что вот такой режим, что вот такой контекст вообще с людьми может сделать. Я вам очень благодарен за вашу работу, за ваши публикации, это важно. Спасибо вам большое. Это была Анна Норинская, ставьте свои комментарии под этим видео, поделитесь этим интервью в своих социальных сетях, подпишитесь на наш YouTube и оставайтесь с нами. Я прощаюсь с вами, до встречи через неделю, берегите друг друга, берегите Украину. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok